Микс Ньюс Здравствуйте все-все-все, кто нас слушает сейчас в эфире программа «Зелёная лампа». А на Болткоме день добрых дел. Это традиционно вторник. И программа наша создана для тех, кто хочет помогать, и для тех, кому нужна помощь, и для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Родион Золотарёв. Гостья у нас сегодня Ольга Крузе, дизайнер детской одежды, очень известный человек, владелица бренда детской одежды «Лэйзи Франсис» и основатель благотворительного фонда «Крузе». Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Вот такое пришло время, что мы по скайпу теперь говорим. Раньше в студии сидели рядышком, но всё ещё впереди у нас. Наконец-то есть причина накрасить глаза, губы и посидеть перед камерой. Да, мы сегодня включаем вместе с Ольгой зелёную лампу для малыша, для маленького Кристера. Он совсем ещё маленький, но болезнь у него очень серьёзная. Она называется хрустальная болезнь, если так образно её называют, но по-научному это несовершенный остеогенез. Очень редкое заболевание, и в принципе детки, которые с таким диагнозом в Латвии есть, их несколько буквально всего, они прикованы к инвалидным коляскам. А Кристер, благодаря тому, что он своевременно, родители взялись за его лечение, не послушали никого, нашли варианты лечения, и Кристер теперь ходит сам. Он встал на ножки и может ходить. Но ему требуется ещё одна операция, очень-очень серьёзная, повторная, на правой голени, из-за того, что штифты, вставленные в ножку, они двигаются. И цена этой операции очень высокая, её будут делать в клинике, в московской клинике специализированной, которая занимается именно этими проблемами. Клиника называется GMS. Это очень профессиональная помощь для именно… Они специализируются на хрупкости костей и на помощи деткам, и работают в сотрудничестве с фондом «Хрупкие люди», и невероятные у них по их методикам чудеса происходят. То есть эти дети действительно получают шанс полноценно жить. И Кристер, он действительно нетипичная такая история для Латвии, да, то есть его можно предъявлять как очень успешный такой случай, но сейчас нужна эта операция. Она будет сделана с интервалом в две недели на обеих ножках. Там проблема в том, что косточки начинают срастаться, и этот штифт мешает. Ну, то есть это целая совокупность. И боли, и для того, чтобы вообще, ну как, не потерять эти ножки, не сесть в коляску, это нужно. И поэтому наш благотворительный телефон с сегодняшнего дня подключен к специальному фонду в благотворительном фонде, к специальному счету в благотворительном фонде BeOpen, который будет помогать собрать денежки на оплату вот этой операции для маленького Кристерса Платочса. И цена операции высокая, она 15 тысяч, она будет сделана сразу, как только возможно будет. Где-то, наверное, летом, в конце лета, возможно, будет туда поехать. И поэтому мы сейчас начинаем этот сбор, чтобы не было потом никаких-никаких задержек. Чтобы вы представляли, что это за заболевание. У Кристера было уже, вот ему 3 годика, а ему и 4 годика, до 3 лет у него было 20 переломов костей, потому что очень-очень хрупкие кости. 9-3-0-6-3-8-4. Мы еще потом вернемся к этой истории. А сейчас напоминаем, что наша гостья сегодня, помогающая нам включать зеленую лампу для Кристера, и вообще по жизни, вот просто постоянно помогающая зеленой лампе, и не только, и еще огромному количеству людей, это Ольга Круза. Оля, как вы себя ощущаете в эти непростые дни? Вот что вас сейчас тревожит больше всего? Можно такой вопрос сразу глобальный? Знаете, ну, наверное, как и всех людей в Латвии во всем мире, в первую очередь беспокоит вопрос, наверное, банально, когда это все закончится. Но это уже, наверное, и от нас, и не от нас зависит. И я нахожусь в таком аврале, то есть в каком-то фильме. И такое ощущение, что находишься вот в этом сериале, и концовки не видно, непонятно, что будет дальше. И пытаюсь справиться с собой один день в каком-то таком нормальном настроении, другой день, когда наваливаются какие-то просьбы о помощи или друзья, у которых проблемы в финансовом бизнесе. То есть каждую минуту это все меняется. И очень, я думаю, не я одна такая, а очень много таких людей. И поэтому, наверное, хотелось бы сегодня озвучить не совсем популярные точки зрения по поводу вообще благотворительности, что сейчас происходит, наверное, конкретно в Латвии. Потому что понятно, что помогать нужно правильно, и люди это делают. Но, к сожалению, за счет того, что образовалась вот эта паника, паника в социальных сетях, люди не всегда... Благотворительность тоже, мне кажется, сдвинулась в какую-то не совсем правильную сторону, не всегда. И вот такое странное ощущение, на самом деле. Ну, странное в чем? То есть, с одной стороны, нас поразило то, что люди по-прежнему, несмотря на то, что у всех огромные проблемы сейчас, ну, вот просто, наверное, почти у всех, да, они все равно откликаются. И даже, может быть, больше откликаются. С другой стороны, конечно, ну, разные ситуации бывают. Вы знаете, чисто психологически, даже когда мы вот сейчас, вот мы рассказываем историю мальчика, да, которому нужна операция, чтобы сохранить ноги, да, и просим помощи. Мы понимаем чисто психологически, даже как-то немножко неудобно или неуютно, да, что мы обращаемся к людям в такое сложное время, когда люди не знают, в общем-то, как у них с каким-то финансовым... Многие не знают, что у них есть, завтра будут. Да, финансовым благосостоянием будет дальше. С другой стороны, нас, например, поразило, вот сейчас мы вам расскажем итоги прошлой недели, потому что другие болезни, другие проблемы и какие-то беды, с которыми люди и семьи живут постоянно, годами, то есть это для них не чрезвычайная ситуация, это не какой-то вот такой краткий забег, это постоянный марафон. Например, на... Абсолютно соглашусь с вами тут, абсолютно соглашусь. И вот итоги. Мы помогали молодой девушке, женщине, 32 года, Дарта Виттелла, тренер по теннису, у которой внезапно достаточно обнаружилась онкология, и она столкнулась с тем, что нужно оплачивать лекарства, эти лекарства, цена жизни. И вот было собрано 22 542 евро. И так как сумма нужна была большая, потому что лекарства онкологически дорогие, то мы эту акцию продлили на две недели. И за две недели было сделано 6 792 звонка на наш благотворительный телефон. Это составило 8 487 евро. Только на звонках? Да. И на счет помощи Дарте на целевой, на оплату, то есть деньги с этого счета пойдут конкретно на оплату лекарств, 14 037 евро. Это невероятно. Это правда. Это до слез, это невероятно. Это мы и объяснить-то не можем. Но вот эта вот маленькая, худенькая, хрупкая Дарта, которая вот она, ну вы знаете, когда мы к ней приехали, это еще до карантина мы с ней встречались. Я не знаю даже, как сказать. То есть человек, который улыбается, держится, видно, как ей тяжело, и видно, что вот безнадега у нее какая-то. То ли она верит, то ли она не верит. Но вот так вот все получается, дальше идет своим ходом. И собираются эти денежки. Спасибо всем огромное. Просто спасибо тут мало, наверное, говорить. Потом еще мы как-то проанализируем, когда все это закончится. И напоминаем, что гость нашей программы сегодня Ольга Крузе, дизайнер и руководитель благотворительного фонда Крузе. И друг нашей программы. Мы Ольгу считаем другом нашей программы. Она подключается часто к нашим проектам помощи, особенно деткам. Оля, ну вот есть какие-то вещи, которые тем не менее радуют? Какие-то плюсы? Нет, радует вот эта сплоченность общества. И то, что действительно в такие моменты, вот вы озвучивали с Даркой ситуацию, что люди подключились, захотели помочь и помогли. И у меня, опять же, с моей стороны, вы просто популярная передача, у вас много слушателей, у вас есть своя аудитория. Есть много людей, которые как раз в данной ситуации из-за ковида. И те же онкологические больные, у которых огромные проблемы со здоровьем, помимо ковида и помимо вот этой ситуации, они мне открытым текстом говорят, Оля, мы просто, нам стыдно сейчас обратиться, и мы боимся реакции людей. То есть есть ещё другая сторона медали, когда люди боятся попросить в этой ситуации. И есть хуже ситуация, когда они просят, и на самом деле отказывают в помощи, потому что, я не знаю, нету ресурсов медицинских, потому что ещё что-то, ещё что-то, ещё что-то, и особенно в регионах. Дело, мы говорим сейчас о Риге, да, в Риге ещё что-то, а в регионах на самом деле всё очень плохо, потому что все запуганы, кто-то ловит хайп на этом, кто-то отказывается помогать, и ушли на больничные те же врачи, это не секрет. И, ну, к сожалению, есть и вот эта сторона медали. Из плюсов, да, из плюсов огромное количество людей подключилось частным образом, да. Я вижу очень много в социальных сетях люди собирают команду, которые отводят помощь, да, там, еду, медикаменты и так далее. Но вот тут, опять же, я очень хотела бы озвучить один момент. Говорю, это не самое популярное мнение, но я из собственного опыта буду говорить, да. Вот такая ситуация, паника, и люди не всегда критически анализируют. Вот, надо помочь, там где-то есть вот такая вот бабушка или дедушка, или там тётя. И начинается вот этот сбор средств, не анализируя, да, слышно ли этой бабушке, что это за бабушка, дойдёт ли до этой бабушки. Все с копом везут вот эти тонны чего-то куда-то, люди жертвуют деньги. Это истерика, вот она присутствует. К сожалению, эта истерика мешает зачастую помочь тем людям, кому действительно эта помощь нужна. И не дай бог, ты в социальных сетях сейчас прокомпенсируешь, что люди, давайте вы, ну, поосторожнее или проанализируйте, ну, тебя просто сожрут. Да, поэтому очень аккуратно. Я сейчас вообще этим не занимаюсь публично, потому что у меня есть какая-то своя команда, есть люди, которые подключаются, я собственными ресурсами пытаюсь это решить. К сожалению, это тоже присутствует. Ну, есть такая проблема, и она и всегда была, да, можем согласиться с вами, конечно, потому что вот кому-то важно помогать, он даже иногда не смотрит, кто это, что это, и идут перепосты по сетям каких-то старинных там постов, которые уже там три года назад были сделаны и давно закрыты, закончились. То есть люди хватаются за какую-то возможность, может быть, да, от этой истерикой в какой-то степени, но с другой стороны все равно так или иначе как-то все движется вперед. Оля, расскажите про ваш фонд, вот когда он был создан, почему, и вот вы так, вы очень успешный человек, известный, да, и, в принципе, могли бы жить себе спокойно и не обращая внимания на то, что там на другой стороне Луны происходит, да. Что вас заставило взяться вот за эту сферу, неблагодарную сферу? Ну, вы знаете, вот тут насчет неблагодарной, наверное, не соглашусь, потому что тот кайф, который ты ловишь от того, что ты делаешь, общение с людьми, я на самом деле за эти 3-4 года, ну вот когда я начала усиленно этим заниматься, да, я познакомилась с невероятным количеством, с невероятным количеством самых интересных людей, вообще людей, которые на самом деле, ты когда с ним знакомишься, никогда не подумаешь, насколько у них большое сердце, какие у них возможности, и что они вообще могут. И ресурсы людские, они правда познаются вот в каких-то таких делах, и люди могут свернуть горы, вот правда, честно. Вот, поэтому сама идея возникла, я начала работать в другой организации, помогать им, вот, и потом просто отделилась, потому что решила для себя, что возьму какую-то категорию людей определённую, то есть детей, да, и буду работать вот с детьми. На самом деле не получается процентно работать только с этой категорией, потому что приходят постоянно просьбы о помощи, ну, от стариков, малообеспеченных людей, от матерей, которые одни воспитывают детей. То есть совсем ограничиться не могу. Но стараюсь, наверное, больше уделять внимание детям. А вот, Оля, давайте вспомним случай, когда мы помогали девочке, Анне Алексееву такая из Гулбана, девочка, которая передвигается на коляске, и мы собирали средства для установки подъёмника, потому что местная Паша Валдыба отказала в какой-то помощи. И вот вы так горячо приняли к сердцу эту историю, откликнулись. Почему, чем вас задела эта история, расскажите. Ну, в-первых, с Анной и её мамой я знакома была до того, как вы начали собирать деньги. Я с Анной её знаю, мне кажется, с трёх лет. Она была ещё совсем маленькой, но уже, естественно, не ходила, да, у неё были проблемы со здоровьем. И, конечно, меня это лично уже так задело, потому что я её лично знала. Я знала, что это семья, которая действительно... Ну, они делают всё для ребёнка. И если они просят, значит, им нужно. Да, то есть мама просто так там просить не будет. Вот. Я подключилась, и я звонила матери перед тем, как подключилась, разговаривали, да, и... Конечно, я бы подключилась в любом случае, если бы я считала нужным. Но конкретно ситуация с Саней сыграла роль то, что я была знакома с ней. Оль, а вот такой вопрос можно? Вы занимаетесь... Вы успешно... Вы дизайнер детской одежды, да? То есть вот ваши работы, они известны... И если сейчас вспоминать, вы шили платье по заказу Спилберга, да? Было такое? Да. Вы видели свои наряды на красной дорожке в Каннах. У вас очень успешная карьера дизайнерская. Это одно детство, это вот один мир детства. И тут вот второй мир детства, да? То есть вы идёте в те семьи, к тем детям, о которых вы сама как-то говорили, что это страшно, этот ребёнок не ел три дня, да? Вот как это всё... Совместить в единой картине мира? Ну, знаете, я не... Как бы это выдерживать? Я вот далеко не родилась в золотой рубашке, и у меня было достаточно сложно в детстве самой. Да, я не голодала, но я знаю, что такое голодать. Я знаю, что такое родитель алкоголик. Я знаю, что такое насилие в семье. Я знаю, что такое, когда у друзей точно так же, да? И как это, когда ребёнок, подросток это переживает, как в кругу своих друзей, так и лично, да? То есть я на своей шкуре испытала многие аспекты того, чем я сейчас занимаюсь, поэтому я могу о многом говорить со своей колокольни, зная, что это так. И подсочилось именно поэтому, потому что я... Ну, это так банально звучит. Вот человек, который через это прошёл, он в какой-то момент понимает, что, наверное, вот он может помочь. Я могу помочь, я просто знаю, что я могу. И я знаю, что у меня в окружении, я уже упоминала этих людей, с которыми я познакомилась. И вот в этот период, с момента, когда я начала этим заниматься, и вообще они никогда не откажут. И я знаю, что если мне нужно будет помочь человеку, мне не откажут. И я соберу, помогу, мы отвезём все вместе, ну, вообще без вопросов. Это очень важное понимание, вот так жить и знать, что есть у тебя какой-то тыл, какие-то люди, которые с тобой, твои люди. Оль, а скажите, вот вы собирали подарки детям, развозея каким-то праздником. Что, о чём они мечтают? Вот давайте сейчас напомним радиослушателям самые такие вот трогательные моменты. Да. Я в этом году на Рождество, мы собирали последний раз подарки, мы отвезли 740 или 720. Я точно не помню число, но оно было между 720 и 750 подарков. Меньше Рига, больше регионов, потому что в регионах я как-то, в детство пытаюсь вот именно поработать с регионами, с детскими домами, с социальными центрами, потому что, ну, там действительно хуже ситуация, и это так. Дети просят. Многие считают, что дети просят лаптопы, айпады, айфоны, да, просят какой-то процент, но никогда ничего такого не привозило, сразу оговаривается. Вот, на самом деле, просят очень банальные вещи. Просят куклы, сейчас это лол несчастные, потому что, естественно, детки видят, да, у кого-то есть, нету. Просят те же дети, на самом деле, подростки уже просят кроссовки, например. Потому что вот они идут в школу, они видят, у кого-то, наверное, вот есть такие, вот им хочется, да. Просят рюкзаки, очень многие просили в этом году на подарок, именно подростки. А маленькие-маленькие просят лего, мальчики в основном, и девочки просят куклы. Ну, косметику, косметику подростки, девочки. Да. То есть самые такие обученные вещи, которых они лишены. Абсолютно обученные вещи. Вы, у вас маленькая дочка, вы её берёте с собой когда-то, или вы её ограждаете от этого? Вот как вы смотрите? Я её беру. У меня дочь, на самом деле, принимает участие вообще, то есть вот если мы покупаем, упаковываем какие-то еду, да, в пакетах, которые мы собираем, ну, как они по-русски называются, извините, помощь малоимущим, да, то есть мы покупаем определённую группу продуктов, и я у себя в гараже или дома, мы там с друзьями, мамой пакуем. Она всегда пакует, всегда принимает участие, она всегда знает, для кого это. И если мы едем, если я еду в семью, и она не в школе, это какое-то доступное время, то по большей части я её беру с собой, да. И всегда я объясняю, вот, ну, то есть бывает вот так, да, и это значит, что эти детки плохие, или у них что-то, ну, ничем-то от себя отличаются. Это очень важно, на самом деле. Ну, и давайте опять же напомним, да, что с этого дня наш благотворительный телефон подключен к счёту помощи на оплату операций четырёхлетнему хрустальному мальчику, Кристору Платочсу. И 20 марта у Кристору, у Кристору исполнилось 4 годика, у него был день рождения, и к его 20 переломам, буквально за несколько дней перед днём рождения, прибавился ещё один, но это была трещинка. Трещина в предплечье, но, как сказала мама, это не помешало празднику состояться, и пришли в гости к Кристору детки, и там загадывал желания, и были игры. И, в общем-то, когда вот так вот со стороны смотришь на него, кажется, что это обычный ребёнок, обычный, весёлый, трогательный, очень добрый, очень старательный, очень терпеливый, если нужно чего-то добиваться, да, разрабатывать, например, ему очень важно заниматься гимнастикой, разрабатывать определённые группы мышц, и натренирован он, представьте себе, 20 переломов, сколько времени за 4 годика своей жизни он провёл в гипсе, а после этих операций, их у него уже было 7, то есть там достаточно длительное пребывание в гипсе, но родители и сам Кристор воспринимают это просто как некий путь, который нужно проходить, и как вот наша гостья Ольга правильно сказала, что это такие родители, если они сейчас обратились за помощью, и просят, значит, это действительно очень нужно ребёнку, потому что это смешанная русско-латышская семья, мама и папа, они из Латгалии, и в своё время они жили там, ну как, с родителями, и когда поставили мальчику такой диагноз, они перебрались в Ригу, взяли кредит на маленькую квартиру в Плявниках, отдают сейчас этот кредит, просто потому что им надо быть в Риге, а не в районах, где это всё гораздо сложнее, потому что ребёнку нужна медицинская помощь и консультация, это удивительные родители, русско-латышская такая смешанная семья, то есть там и мультики, и книги, и бабушки, и дедушки, всё так двуязычно перемешано, очень оптимистично, мама работает хирургической медсестрой, и вот сейчас у неё, она работала с начала года на двух работах, брала всяческие подработки, сейчас одна больница, в которой она работала, закрыта, а во второй у неё осталось очень мало смен, потому что плановые операции отменены, ну вот они говорят, что ничего, самое главное, что все вместе, все были бы здоровы, и получилось бы сделать эту операцию, потому что этот штырь, который выходит там из косточки, он действительно причиняет ребёнку боль. Подробную историю можно прочитать на нашем сайте mixnews.lv в рубрике «Зелёная лампа». Да, и мы, ещё добавлю пару слов, мы когда познакомились с этой семьёй, и с малышом чуть больше года назад, уже один раз мы делали программу про Кристора, а когда мы первый раз к ним приехали, он ещё совсем не ходил, то есть у него, ему было неправильно, ну, такие методы лечения были выбраны, поскольку здесь нет опыта совершенно лечить хрустальных детей. Ну, Латвия маленькая страна, здесь просто несколько таких малышей, не потому что врачи у нас плохие или нету, нет этого опыта, мы здесь не умеем и не можем этих деток. Мальчик не ходил, он ползал по ковру, он с папой вместе играл там в эти машинки, чудесный малыш совершенно. И вот знаете, вот тогда были собраны деньги, подключилось очень большое количество людей, и сделана была ему эта операция, ему вставили эти штыри в московской клинике, там очень специальные методики, маму обучили, маме сказали, что не надо там его лишать движения, потому что сначала им рекомендовано было, чтобы он вообще не двигался. А это тоже нельзя делать, поскольку кости неправильно срастаются. И вот прошел год, и мальчик ходит своими ножками. То есть это именно тот случай, когда деньги идут на помощь, на реальную помощь ребенку. И, конечно, мы просим тех, кто может сделать звонок по телефону 930-6384, тех, кто может, повторяем, да, кто не может, просто, ну, пошлите какие-то хорошие мысли свои, да, этой семьи. Это замечательная, чудесная семья, и пусть у них будет все хорошо, так же и у вас, у всех. А к Ольге такой вопрос. Ольга Крузе, дизайнер детской одежды, основатель благотворительного фонда Крузе, у нас в гостях, напоминаем, да, и вопрос такой. Оль, вы говорили, что поступили, в одном из интервью, что вы поступили учиться еще дополнительно на программу социальная работа с детьми и подростками. И у вас есть такая большая-большая цель, мечта, не знаю, как это сформулировать правильно, открыть кризисный центр. Да. Да? Это существует, эта мечта, да? Да, она существует. Расскажите, пожалуйста, что это должно быть. Ну, вы знаете, на самом деле, вот, как бы, начав эту учебу, я начала в своей голове складывать этот пазл, потому что, когда у тебя есть эта задумка, ты не знаешь нюансов, начинаешь узнавать нюансы, и у тебя складывается какой-то пазл в определенную сторону, да. То есть, наверное, рано говорить о том, я эту программу закончу в следующем году, пройду через какие-то еще там определенные пути свои, я познакомлюсь с людьми, да, но в любом случае это будет кризисный центр для детей и подростков, предположительно, где этот подросток сможет получить психологическую помощь, работа с родителями, если таковые имеются с опекунами, то есть любая помощь подросткам и детям, которые вот попали в сложную ситуацию в жизни. Была мысль, тут опять же много аспектов, фонсирования и все остальное, была мысль создать кризисный центр, где будет несколько комнат для матерей, которые страдали от физического насилия в семье, да, и на самом деле, возвращаясь к ситуации с COVID, если мы говорим сейчас конкретно про самоизоляцию, карантин и все остальное, это уже факт, я знаю это, потому что мне пишут люди конкретные, присутствует сейчас уже очень много случаев именно вот этого насилия в семье в стадии алкогольного опьянения, страдают дети, сидят на лестничных клетках и так далее, поэтому на самом деле я бы хотела обратиться к людям сейчас вот именно с просьбой быть более внимательными к тому, что происходит вокруг, да, не просто этот ребенок будет сидеть на лестничной клетке, не просто в этой ситуации этот ребенок будет гулять один на улице, то есть обращайте внимание, да, из какой он семьи, вы, наверное, в многоэтажных домах, вы плюс не знаете друг друга, да, насилие присутствует в ужасной форме, и это страшно, это действительно страшно. Что мы можем сделать в такой ситуации, вот конкретно что? Да, в какой ситуации? Ну вот видишь этого ребенка, да, то есть куда-то позвонить, куда-то обратиться, что конкретно людям делать? Ну опять же, наверное, стоило бы подойти к этому ребенку, спросить, соблюдая дистанцию, если мы уже говорим о каких-то мерах предосторожности, но не все дети пойдут на контакт, поэтому, ну, в кослые люди используйте свое какое-то внутреннее, вот это, вот это, как оно называется, свое внутреннее чувство, вот все-таки этот ребенок тут просто так или нет, да, сколько ему лет. Прислушивайтесь, на самом деле, к тому, что происходит у соседей, потому что, ну, имеет место быть. И если у вас есть малейшее подозрение, позвоните в полицию. От этого у вас не отвалится, да, но вы можете, на самом деле, помочь кому-то, потому что женщины зачастую, если мы говорим о физическом насилии, это все равно в большей степени женщины, матери и так далее, то есть они не будут звонить, они боятся по многим причинам. Мы сейчас это не будем обсуждать, просто огромная просьба обращать внимание и по возможности реагировать правильно. Очень важные вещи вы говорите, да, потому что… Вот у нас сейчас есть еще полезная информация, да, куда можно позвонить, если вы готовы и хотите оказать какую-то помощь, быть полезными. Вот в нашу программу буквально пару дней назад обратились чудесные вообще молодые ребята, представители ресторана «Восемь лаунж», которые совместно со своими партнерами… Ну, то есть понятно, что сейчас у ресторанов очень тяжелое время, нет работы, но они молодые, у них есть руки. Вот повара, и повара из дружественных и партнерских каких-то компаний, они решили, что они будут готовить бесплатные обеды и развозить. Мы опубликовали информацию, да, и сегодня созвонились с ребятами, они сказали, что буквально у них шквал этих заказов, да, и они уже всех группируют сейчас по районам, там выстраивают в очередь, и если, например, у вас есть пару часов свободного времени, вы хотите и есть транспорт, вы хотите вот как-то помочь, да, то мы дадим телефон, куда можно позвонить и в качестве волонтера чуть-чуть помочь, договориться как. Помочь развозить. Имеется в виду обеды для малообеспеченных, для многодетных семей, для инвалидов и пожилых, одиноких. То есть мы передали им уже контакты наших вот подшефных многодетных семей, там по пять-шесть детей, и дети с внуками. Есть такие семьи, которым действительно сейчас очень непросто. А также было бы очень неплохо, если найдутся такие компании и фирмы, которые могут поделиться продуктами своими, для того, чтобы охватить как можно большее количество людей. Потому что вот реально есть семьи, мы знаем, где не то, что недоедают, но очень не хватает денег, средств на еду. И Ольга подтвердит, что такие семьи есть. И то есть к этой акции сегодня, когда ребята поняли, что очень много вот этих заявок, предварительно люди записываются на доставку этой еды, к ним подключился еще ресторан Армения, который сказал, давайте нашу кухню, мы тоже выйдем, мы готовы, тоже будем. Мам-кафе доставляет тоже обеды, усталым мамам, как они сформулировали. Ну, в общем, сейчас идет какое-то такое движение, начинается. Это, наверное, радует. И вот этот телефон, да, по которому, если какие-то фирмы торговые готовы каких-то продуктов им дать, для того, чтобы из этих продуктов они готовили, и если кто-то готов помочь в доставке и в развозе, то телефон такой 289-33-284. И, Оля, присоединяйтесь. С ребятами, про которые вы говорили, я сконтактировалась уже, да, позавчера. А если мы говорим про развоз еды, это 8-лаунж, ребята. Вы меня слышите? Да, да. Я бы хотела, в свою очередь, сдать телефон на психологической поддержке бесплатной. Отлично, давайте, отлично. Я разговаривала, есть такой Эдрис Клайшиш, у него он руководит Open Radio 6 Center. Вообще они специализируются на психологической помощи детям и подросткам. Работают именно психологи. Сейчас они работают отдаленно, по скайпу, по телефону. Но вот только что с ним разговаривала, до вашего эфира мы общались. И Эдрис сказал, что за вот эти последние 2 или 3 выходных помимо детей и подростков позвонили 27 взрослых. Ну, то есть мой вопрос был вообще, ну, о чём люди просят, да, что их тревожит. И он сказал, что, в общем-то, больше всего звонят люди, им страшно, и у них вот это чувство одиночества и незащищённости. Это взрослые люди, мы сейчас говорим, да. А что же дети вообще? Да, то есть про детей это, конечно, отдельная история. Что интересно, он сказал, что никто не упоминал страх насчёт финансового своего состояния, говорит, такого нет. То есть люди больше боятся какой-то этой неизвестности. Я продиктую телефон, ещё раз, это психологическая помощь детям, подросткам, но он говорит, что звонят взрослые люди, и они не рассказывают. Общение происходит как на русском, так и на латышском языках, да. То есть 2-2-0-2-8-3-9-8. Огромное спасибо вот за этот телефон и за эту информацию. Мы ещё опубликуем, да. И, может быть, какие-то, Оль, личные ваши советы вот в этой ситуации? За что человеку держаться? Вот какие-то лайфхаки, как принято говорить, свои личные. И что помогает равновесие сохранить? Ну, вы знаете, я вот тоже себя анализировала пару дней, находясь в таком подвешенном состоянии. И вот скажу вам честно, наверное, в этой ситуации, когда люди начинают говорить, вы знаете, ловите дзену, вы ничего не сможете поменять, вы сейчас там наслаждаетесь, я не знаю, вот этим вот временем для себя, да. Я с этим не согласна. Скажу так, дзен можно половить неделю. Неделю можно посидеть со своим ребёнком, ай, как классно, вот, наконец-то мы вместе. Но, товарищи, мы в реальном мире. И жизнь продолжается, и нужно двигаться вперёд. И ловить дзен вот сейчас, и думать о том, что вот когда это закончится, я что-то буду делать, будет поздно, да. Наверное, посоветовала бы сгруппироваться. Это относится, наверное, как к финансовому состоянию людей, потому что я знаю, что многие, да, теряют работу, возможности заработать и так далее. Сгруппироваться, проанализировать сейчас ситуацию вот со всех-всех ракурсов, ни в коем случае не отчаствоваться. И, наверное, составить план А, план Б и план С в разных вариантах, да. И, наверное, тем людям, которые потеряли работу. На самом деле ситуация на рынке труда до кризиса была таковой, что вот человек приходил устраиваться, у него там даже CV не спрашивали, потому что работников просто не хватало, да, как факт. Сейчас ситуация поменяется, поэтому, наверное, стоит задуматься о том, вот это время тратить на то, чтобы сделать свою CV. Да, продумать, наверное, свои какие-то стороны сильные, проанализировать, чем вы ещё можете заниматься. В конце концов, на вашей профессии свет не сошёлся. Я уверена, что у каждого человека есть огромный потенциал делать что-то другое, абсолютно огромный. И в конце концов, если мне нечего будет есть, я пойду мыть туалеты, и ничего не вижу в этом зазорного, если мне нужно кормить семью. Поэтому я бы обратилась к людям вот сейчас с таким настроем, что давайте, сгруппируемся, не будем ловить дзен, а будем думать о том, как нам выбираться из этой ситуации. И, конечно, не забывать о том, что нужно понимать с людьми. Я понимаю, что есть люди, которые отдадут последнее, но, наверное, всё-таки действительно обращать внимание на то, они на самом деле вокруг, эти люди. Потому что когда мне пишут, Оля, а ты не знаешь семью, которой там можно помочь? Я знаю, но на самом деле эти люди вокруг вас. Вам нужно просто, просто открыть глаза и вот посмотреть. Очень много, к сожалению. Поэтому позитива и не ловить дзен месяц. Вот согласна, абсолютно согласна, что какие-то первые такие эмоции проходят, а жизнь продолжается. Мне кажется, что ничего такого совсем страшного не происходит сейчас. Просто всё очень сильно меняется, а мы к этому не привыкли. Мы к этому совсем не привыкли. Но это не война, и продолжается жизнь, и всё это будет востребовано, что у нас сейчас есть, как-то так или иначе. И проблемы все останутся с нами, к сожалению. Поэтому вот Ольга правильно всё очень говорит, и спасибо за эти слова. У нас программа уже почти подошла к концу. Оль, скажите, пожалуйста, ещё, вот кто к вам может обратиться, и чем вам можно помочь? Чем вот мы вам можем помочь? Вы знаете, на данный момент, я сразу скажу, ко мне многие обращаются сейчас, не нужна ли одежда, не нужна ли обувь. Я на данный момент хочу сконцентрироваться на немножко другой помощи. У меня есть одежда, обувь на складе. Я, наверное, не буду, особенно учитывая вот это дистанционное, два метра и все вот эти нюансы. Наверное, нет. Но я на следующей неделе буду делать тоже определённую акцию для своих людей, которые требуются помощи в социальных сетях. Да, то есть обычно все подключаются и помогают. Наверное, воспользуюсь случаем, если у меня есть аудитория, мне очень нужно помещение в склад, потому что на данный момент у меня помещение находится на центральном рынке, и они отказали в помещении, сказали, что больше не могут предлагать такие услуги. Попросили коммерческую цену за квадратный метр, я не могу её заплатить, потому что плачу с пожертвованием людей. Поэтому если у кого-то есть помещение под склад до 100 квадратных метров, отапливаемое обязательно, потому что там детская одежда и кроватки, всё остальное не может покрыть плесенью. За плюс-минус приемлемую цену, не за 10 евро квадратный метр, то, пожалуйста, позвоните мне, найдите меня, и вы сделаете на самом деле благое дело, поможете людям. Вот, спасибо. Можно обратиться к Ольге Крузу, у неё есть страничка в социальных сетях. Ольга Круз, есть сайт, наверное, да, у вас тоже? Сайт сейчас не работает, но лучше найдите меня в социальных сетях, в фейсбуке я отвечаю довольно регулярно. На самом деле могу назвать свой второй телефон, который рабочий телефон. Давайте. 254-24-528. Мы тоже опубликуем и попробуем поискать все вместе. Вы знаете, в заключении всё-таки хотелось бы сказать, что драматизировать ситуацию, которая сейчас происходит, всё-таки не стоит. Чисто психологически. Я лично себя ловлю на том, что да, всё это случилось, да, у нас чрезвычайная ситуация. Если включишь телевизор, то лучше, ну, как бы вообще... Залезть под стол. Да, залезть под стол и голову под подушку. Это всё вопрос психологического восприятия, да. И когда мы раз в неделю начинаем создавать историю вот этой семьи, этого человека, которому сейчас нужна помощь, да, мне кажется, боже мой, эта чрезвычайная ситуация и этот вирус, в общем-то, это не то, чего нужно бояться, это не то, от чего нужно вот замирать и задерживать дыхание, да. Вот, например, семья, о которой мы рассказываем сегодня, представляете, это если у вас вот в руках, у ребёнка ломают, вы не можете взять его на руки, вы не можете его вот обнять, стиснуть там, потискать, да, вот не потому что карантин, а потому что у него хрупкие косточки, да. Это 20 переломов, 7 операций, да. И когда вот туда погрузишься, как-то раз, тумблер переключается, смотришь, ну хорошо, ну вот, а у нас пока просто карантин. Поэтому я считаю, что не надо вот это, культивировать себе эту тревожность и действительно, ну как, жить сегодняшним днём, посмотрим, как оно будет и надеяться на хорошее, на что-то. Надеяться на хорошее всегда нужно. И ещё раз повторю, проблемы, конечно, остаются с нами, те же, которые и были, но вот как-то вместе, наверное, мы пробуем жить и двигаться дальше. А потом ещё это тест, это просто тест на нашу человечность, да, и на какую-то нашу, ну как, человеческую сущность, как мы будем себя вести, как мы будем реагировать, как мы будем относиться… Не теряя достоинства. Да, к тем, кто рядом. Оль, у нас программа заканчивается, просим вас что-то сказать важное-важное. Я, наверное, хочу закончить словами благодарности вам за то, что вы делаете. И мне уже пишут мои знакомые, я уже вижу в телефоне смс, мы тебя слушаем, так вот. Я бы хотела попросить всех своих знакомых и всех, кто сейчас слушает меня, знает меня, пожалуйста, помогите мальчику, позвоните по телефону и помогите им. Спасибо. И номер телефона 930-6384. Спасибо огромное, кто откликается. Да, всем хорошего дня, всем хорошей недели. Это всё обязательно закончится, будем жить дальше. Спасибо Оле Крузе за то, что вы были с нами и за помощь вашу постоянную. Наша программа подходит к концу. Всего вам доброго, до свидания, до следующего вторника. До свидания.